Снец паспорта вас зовут. Эта услуга у нас быстрая. Пройдите на первый этаж, и опять мы в живую очередь обратимся к консультанту. Теперь здесь все не только быстро, но еще и эстетично. В погоне за скоростью обслуживания граждан некоторые учреждения упускают работу над обстановкой, где посетители проводят пусть даже немного времени. Мы оборудовали более удобную и комфортную зону для самих заявителей. Как вы видите, что теперь у нас зона ожидания в центре зала стала больше посадочных мест, стало более доступно общение с самими операторами. То есть мы убрали перегородки, мы делали открытость. И сотрудники центра теперь ведут прием в фирменной одежде. Специалисты отмечают даже некоторые изменения в отношении и настроении посетителей. Стало лучше, потому что все-таки идет ближе контакт, и людям стало проще. И мне даже показалось, что они в какой-то степени стали более раскрепощеннее. Преображение центра произошло в соответствии с внутренними стандартами организации и рекомендациями Министерства экономического развития. Следующая дата 0408.17. И рядышком подпис. Изменения коснулись практически каждой мелочи. Впрочем, зачастую именно от мелочей зависит впечатление клиентов. У нас появилась отдельная зона оплаты, где люди могут оплатить государственную пошлину, оплатить за услуги, воспользоваться коммунальным платежем, оплатить телефон, визионально мы окрасили в коричневый цвет. Также у нас появилась отдельная зона для получения государственных и муниципальных услуг. Она в свой цвет покрашена. Закуплена необходимой мемель для того, чтобы более комфортно расположиться. Есть отдельные столы для заполнения документов. Здесь, в углу, вот как мы видим, детки играют. У нас есть отдельная зона снековых, скажем так, аппаратов, где можно попить кофе, покупать холодную воду, каких-то закусок. Но реконструкция коснулась не только интерьера. Компьютерное и серверное оборудование также дооснастили, что положительно сказалось на скорости приема и работы с документами. Оно адаптировалось к современным условиям. Теперь все хранится, скажем так, в облачном доступе. То есть скорость позволяет нам более быстро взаимодействовать с ведомствами, скажем так, ускорять пакет передачи документов. То есть более комфортно работать и нашим обработчикам, и ведомствам, куда приходят документы. В итоге довольные клиенты, которым не нужно отпрашиваться с работы на весь день и тратить время в очередях. Оформление соцкарты по многодетству. Ну и как удалось? Да, вот, все уже почти, практически все готово. И сколько времени всего подразилось? Минут 10, наверное. Параллельно с реконструкцией специалисты центра приняли участие в конкурсе «Бюджет для граждан». Суть его в том, чтобы с помощью доступных презентаций максимально раскрыть принцип работы предприятия. Трудились не зря. В рамках этого проекта муниципальным бюджетным учреждением совместно с финансовым управлением нашей администрации мы подготовили проект для конкурса. Проект включает в себя данные по, скажем так, нашей статистике, по количеству услуг, по открытости, по зарплатам оператора, по конкурсным процедурам, по экономии. Весь этот проект был размещен на официальном сайте. Мы отправили заявку в Министерство финансов Московской области и заняли первое место. Вот 8 числа по этим получили заслуженные награды. Но главной наградой для этих людей является благодарность граждан, которые посетят центр и наверняка уйдут отсюда в хорошем настроении. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.